Так, ребята, всем привет из США! В этом видео я хочу рассказать, как веселятся русские люди. И, в общем, как мой муж наблюдал за всем этим и что он думает по этому поводу. Хотя, как мне кажется, после фразы, как веселятся русские люди, наверное, многие из вас уже заулыбались сразу. Ну, мы-то знаем, как мы веселимся и вообще, что нам нужно для веселья. Ну, первое, что поразило вообще моего мужа, это сколько пьют русские люди. Конечно, в теории где-то иностранцы об этом что-то знали, читали, слышали и так далее. Поэтому ни для кого не секрет, что русские люди пьют много... Ну, я спиртного, конечно, не веду. Вот. Но, когда дело касается практики, то, конечно, это все выглядит уже немножко по-другому. И вот на практике, когда мы попали в развлекательное заведение первый раз, мой муж, конечно, прозрел. Он прозрел от этого количества спиртного, сколько можно выпить. Он прозрел от этих сочетаний, да, когда мы начинаем веселье там с пива и заканчиваем. Ну, как уже, как получится. Вот. Но самое большее у него было потрясение, это, конечно, от нашей манеры веселиться. Я так пытаюсь, думаю, а как же так по-культурнее сказать, от нашей манеры веселиться. Ну, сейчас обо всем по порядку. Значит, попали мы... У меня день рождения был. Я заказала столик в одном заведении, которое предполагало также какую-то развлекательную, веселительную программу. И вот здесь вот мой первый раз, вот это вот, ну, мой муж был сражен. Почему? Сражен он был многим. Ну, прежде всего, это, конечно, его поразили вообще конкурсы. Ну, вообще, как он мне потом сказал позже, в Америке не очень распространено, что вечера ведет вообще какой-то ведущий. В основном люди приходят в заведения, они заказывают коктейли и общаются там вдвоем или компаниями там могут курсировать из столика к столику. Все зависит от формата вечеринки. Но так, чтобы был какой-то ведущий, да, который там предлагал какие-то конкурсы, давал задания, но пытался, в принципе, да, сплотить публику, как-то ее расшевелить и так далее, такого нет. Это ему, в принципе, идея понравилась. У него просто оставили глубокие впечатления в памяти некоторые конкурсы, которые, как он мне сказал позже, он даже вообще не представлял, что такое вообще на публике можно проводить. Ну, например, значит, в частности, это случилось во время празднования моего дня рождения, значит, был проведен среди присутствующих этого заведения конкурс, когда молодые люди, значит, к ремню на брюках привязывают пакетик для чая. И вот, значит, этот молодой человек на полу стоит стакан с водой, он должен отжиматься и, соответственно, заваривать таким образом чай. Вот. Ну, конечно, все, ну, как, смеяться-то смеялись. Но этот конкурс, который я потом посмотрела и забыла, боже, на таких еще и других конкурсах там везде полно, у нас там еще на свадьбах у нас не был. Вот. А у моего мужа настолько вот его это вообще все потрясло, было увидено, что он уже запомнил это. И я уже забыла, а потом слышу, он уже там каким-то знакомым рассказывает, вообще, вы представляете, там было вот такое вот. Вот. Также был еще конкурс, где молодые люди должны были делать какие-то там денежные ставки, и вот кто в итоге давал максимальную ставку, тот был обладателем главного приза, а главный приз – это приватный стрип-дэнс. Вот. И вот мой муж говорит, ну, я как-то все понимаю, говорит, ну, говорит, вот это вот на публике этот приватный стрип-дэнс, для него тоже остался, конечно, таким вот очень подвопросным мероприятием, когда этого молодого человека, значит, водрузили посредине сцены, и этот стрип-танцовщица, значит, вокруг него все эти там пируэты выделывала, он там краснел, бледнел, не знаю, наслаждался, в общем, не зная, что он делал, но для американского ума в таком заведении это было a little bit too much. Также еще как-то в одном из предыдущих видео я очень вкратце рассказывала, как уже в другом заведении тоже был организован конкурс, где три участника этого конкурса должны были под музыку из клипа Satisfaction выполнять домашнюю работу. Это вот первое, что спросил мой муж, а что такое клип Satisfaction? Я ему сказала, ты знаешь, это вот лучше я тебе один раз покажу, потому что рассказать это, ну, очень сложно будет. И он, конечно, смотрел этот конкурс, ну, смеялись мы, да, это правда, там попались такие артистичные участники, значит, молодой человек, значит, сексуально под эту музыку, там, носок, там, и под мышкой, и так, и потом между ног, значит, стирала, и, знаете, это еще выражение лица, но и сама энергетика было смешно. Девушка там тоже как-то очень сексуально, там, гладила белье, там, и так, и так, ну, в общем, интересно, хорошо. Ну, конечно, когда уже дома позже, он посмотрел сам клип Satisfaction, он говорит такой, о, боже, такое тоже бывает. Я говорю, да. Тогда, конечно, как говорят у нас в России, вся глубина глубин этого конкурса открылась перед ним во всей красе. Возвращаясь опять к празднованию моего дня рождения, хочу еще... Так, батарея садится. Хочу еще рассказать, что, как нас поразили танцовщицы. Ну, вы знаете, да, во всех, там, клубах или заведениях, где обычно еще предполагаются какие-то танцы, в основном есть девочки, мальчики, которые на подтанцовке, скажем так. Ну, их смысл в чем? Чтобы зажечь толпу, да, как-то ее, там, зарядить и как-то поддерживать вот этот вот драйв. Вот, и у нас, вот у всех, мои гостей в том числе, честно говоря, вообще сложилось впечатление, что вот эти две девочки, которые там танцевали на сцене, вот они шли просто по улице, да, выбежал ведущий этого вечера, там, не знаю, заболели, наверное, танцовщицы. И вот он, первый вот кого увидел, вот две девчонки идут там, их за руку схватил, в гримерную завел, там, их обрядили вообще непонятно во что. И там, идите, девчонки, на сцену танцуйте, я там, не знаю, вам 100 гривен там за это или сколько. И вот вышли эти девочки, грубо говоря, вообще, и там как-то станцевали. И вы знаете, это была такая карикатура просто. Но обычно все-таки, ну, надо отдать должное, это люди, обладающие какими-то вообще хореографическими движениями, но это была просто кородия, карикатура, пародия, карикатура, извиняюсь. В общем, мы там насмеялись вообще, и я хочу сказать, мой муж вот этих вот карикатурных девочек помнит по сей день. Мы до сих пор вспоминаем, у нас это шутка номер там два. Но вечер на этом же не закончился. Помимо там всех этих конкурсов, от которых мой муж прозревал все больше и больше и больше, конечно, уже в конце таким добивающим моментом было, что на экранах, а вы знаете, да, обычно в таких больших заведениях по периметру висят мониторы, да, и там обычно клипы какие-то транслируют или что-то подобное. И вот, значит, на эти мониторы заведение все время крутило один и тот же клип, но очень часто я его повторяла, значит, лыжники спускаются по красивым горам. Но в чем была соль всего этого, что лыжники абсолютно без одежды. И вот вы знаете, я там, ну, не скажу, что у меня какие-то комплексы или еще что-то, все-таки мне не 15 лет, но тем не менее, знаете, когда ты приходишь в заведение, вот ты сидишь, кушаешь, да, над тобой этот большой экран, и вот эти вот все подробности, когда они поднимаются на фуникулёре, на вершину, и когда они спускаются, значит, это все во всех ракурсах, ну, как-то рассматривать было, ну, вообще неаппетитно. И мы вот со всей компанией, знаете, так друг на друга смотрим, такие, ну, к чему это, к чему? Я, конечно, нужно, признаюсь честно, после этого вечера написала на сайт подобного заведения свое впечатление от этого клипа, вообще от этих, от уровня танцовщиц, ну, вообще, там еще были у нас несколько неприятных моментов. Вот, ну, я думаю, что мой голос был как голосом в пустыне, негативный онзыв на ветряка очень быстро затерли, значит, владельцы этого сайта, потому что кому же нужны негативные отзывы от этого заведения, но, да, тем не менее. Так вот, и мой муж, я не хочу сказать, что вот мой муж критикует это все, нет, для него это просто, ну, что-то вообще из разряда вон новое, вот, понимаете, такое невиданное, как вот я бы сейчас в мир динозавров заглянула, а там вообще что-то, другая земля. Так вот, такой он вот это вот все иногда вспоминаем с ним. Конечно, было много прекрасных моментов там, и выступлений, и музыки, и всего, но вот эти моменты там, как эти конкурсы, да, там эти девочки непонятные, там эти клипы, мы помним до сих пор, то есть моего мужа это, ну, однозначно шокировало и потрясло. И вот иногда, обсуждая, что там, вот, как русские люди-то веселятся, у меня муж такую фразу говорит, «О, да, yes, Russian people is crazy». Я, вы знаете, я ему говорю, «Нет, дорогой, вот то, что ты видел, это еще даже не crazy, а про себя думаю, о, боже, если это ему кажется таким a little bit too much». Что бы он вообще сказал, если бы вот, ну, побывал, да, на наших вот этих всех вечерах? Это он еще не видел, да, вот эти потом, сами вы знаете, душа у русского человека разворачивается, потом вот эти все пьяные танцы начинаются, там, а сколько раз, вот, я, не знаю, присутствовала, там, эти девочки на столы лезли, там, начинали раздеваться, их там охранники с этих столов снимали, ну, я не знаю, вот, у меня в жизни были ситуации, такого насмотрелось, понимаете, помимо того, что там отдельная тема, только на эти пьяные танцы, да, посмотреть, и там уже можно смеяться до упада. Думаю, и конкурсы, боже, это еще были такие, ну, как говорится, более-менее приличные. Думаю, боже, это бы сейчас вот так вот иностранцу показать какие-то конкурсы, которые у нас иногда на свадьбах, да, проводят, ну, есть, да, среди гостей таких вот, ну, не хочу никого обидеть, но таких вот людей попроще, да. Так что, когда он мне говорит эту фразу, что, когда русские люди веселятся, это little bit crazy, я думаю, нет, дорогой, это даже еще не crazy, ты просто не знаешь, как русские люди любят веселиться, и что мы можем. Ну, ребята, на этом всем пока-пока, если это видео вас улыбнуло, ставьте лайк, до новых встреч, пока! Субтитры сделал DimaTorzok